В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Операция «Обновление» начинается первый этап реконструкции центральной площади города. Придется потерпеть вопрос о начале отопительного сезона в Кандалакшском районе, пока не решен. В Мурманской области начался отопительный сезон. Так, еще в конце прошлой недели решения о подключении домов к теплоносителю были приняты в трех муниципалитетах Заполярья – Верхнетуломском, Лавозере и Иревде. На этой неделе количество теплых городов и сел увеличится, в том числе и за счет Кандалакши. Как уточнили в Управлении городским хозяйством, решение о начале отопительного сезона уже принято. Постановление главы подписано. Согласно документу, подключать жилые объекты к теплоносителю в нашем районе начнут ровно в 8 утра 12 сентября. Операция «Обновление» в Кандалакши начинается первый этап реконструкции центральной площади города. На эти цели в этом году направят 19 миллионов рублей. Контракт с компанией-подрядчиком ООО «Магнит» уже подписан строителям. В срок до 15 октября необходимо выполнить работы, входящие в перечень первого этапа капитальной реконструкции центральной площади. В частности, провести мероприятие по расширению территории, обустройству трех автомобильных парковок. Контрактам предусмотрено также мощение территории, тройство городской сцены. Позаботится подрядчик и об установке новых скамеек и урн. Все объекты благоустройства должны быть созданы с применением современных материалов. На улицах города появятся новые знаки. Всего этой осенью планируется установить в Кандалакши более 20 дорожных знаков. Часть из них поможет организовать движение в районе домов 37 и 39 по улице Кировская. Кроме того, знак «Жилая зона» появится на въезде между домами 15 и 17 и на Первомайской в районе домов 54 и 56. На Лубчисавина-1 возле остановки также установится ответствующий знак. Данные мероприятия согласованы с Комиссией по безопасности дорожного движения. Далее коротко расскажем о спортивных событиях, которые состоялись в минувшие выходные. В минувшие выходные в районе Териберки завершилась легендарная гонка «Арктик Трофи». Она длилась ровно неделю. За это время участники состязания преодолели путь длиной в 400 километров от Белого до Баренцева моря. Дистанция выдалась легкой не для всех и из 13 экипажей, вышедших на старт, до финиша добрались только 9. В итоге первое место досталось московской команде «Немал». Второе взял экипаж 14, также из Москвы. Бронза ушла норвежской сборной «Викинг». В Кандалакшане побили свой собственный рекорд. В этом году жители нашего города, участвующие в акции «Всемирный день подтягиваний», подтянулись 1114 раз. Всего в минувшую субботу свою удаль и силу на площадке возле гостиницы «Сполохи» смогли продемонстрировать 84 человека. Самому молодому участнику «Всемирного дня подтягиваний» было всего 5 лет, самому взрослому больше 70. Очередная игра чемпионата Мурманской области с участием двух непримиримых соперников «Мурманского Динамо ГПС» и «Ивка Кандалакша» закончилась победой «Кандалакшан». Матч состоялся в минувшую субботу на центральном стадионе Заполярной столицы. Победные голы в ворота «Динамо» забили Ивгар Йенин и Алексей Усачев. Ближайший матч с участием нашей команды запланирован на 16 сентября. Это будет домашняя встреча. «Ивка Кандалакша» сыграет с «Арсеналом» из Александровска. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего вам доброго, хорошего настроения и до встречи.